Ловитесь, не платильщики, большие и малые. Правительство определило 20 сфер, в которых будет работать глобальная навигационная спутниковая система. В их числе почта, медицина, оборот табака и алкоголя, уголовная справительная система и система ЖКХ. Куда дальше всё это развивается? В разные сферы применения. В совершенно разные, непредсказуемые сферы применения это развивается. То есть везде, где в принципе возможны присутствия необходимости определения местоположения. Казалось бы, в ЖКХ зачем? Мы точно знаем не просто, к какому счётчику воды мы обращаемся, а где он точно установлен. В общем, любители устанавливать на счётчики магниты могут начинать беспокоиться. Датчики ГЛОНАСС позволят операторам дистанционно, на расстоянии, считывать показания в реальном времени и фиксировать вмешательство извне. Кстати, система ГЛОНАСС используется во многих сферах. В частности, медики, благодаря спутниковой навигации, приезжают на вызов быстрее, в среднем на 8 минут. К тому же, ГЛОНАССом хотят оснастить тревожные кнопки. Это особенно актуально, учитывая участившиеся нападения на врачей. В режиме внедрения сейчас проходит система «Аларм». То есть, в случае, если бригада попала в аварию, или в темноте на неё кто-то напал, то есть она не может чётко определить, где она находится. То есть, извините, даже сторона улицы или на углу какого дома иногда ночью сложно найти. И если срабатывает кнопка «Аларм» посредством ГЛОНАССа, мы видим, где бригада находится, и к ней выезжаем срочно. То есть, и на сегодняшний день у нас планируется объединить нашу систему с системой МВД. Беспилотными тракторами или грейдерами, которые оснащены ГЛОНАСС, уже не удивить. Спутники тоже давным-давно контролируют движение тектонических плит и предсказывают погоду. Теперь навигационная система поможет отыскать не плательщиков, а попутно затронет и другие сферы жизни. Продолжение следует...